Он всю жизнь до пенсии был военным танкистом, настоящий полковник. И еще он внук великого писателя Ярослава Гашика. Так и живет в своей трехъярусной пражской квартире с дедом и его швейком. Они здесь везде. Фердинанда убили. Которого из них, пани Миллерова? Я знаю двоих. Один, который прислуживает в драгерию Пруши. И по ошибке выпил там у них бутылку какого-то бальзама для волос. Да что вы, сударь, пана герцога исконопишите. Этого толстого набожника. Господи Иисусе, это хорошо. А где это с ним случилось? Прихлопнули из револьвера в Сараево, когда он ехал в машине с архикнежной. Вот вам наглядный пример, пани Миллерова, каким несчастьем может закончиться поездка на автомобиле. Ни Швейк, ни сам Гашик на машине не ездили. Даже в этот небольшой городок Липница в августе 1921 года они приехали на поезде. По легенде, в домашних тапочках Гашик вышел из дома за пивом. Вышел и уехал. Он не убегал от людей. Но ситуация, которая для него сложилась в Праге, была против него. Начинались судебные процессы. Бывшие легионеры пытались заставить его замолчать. Они боялись того, что он видел в России. И Гашик сбежал от всех и вся. Подальше от унижений, преследований, нищеты, бросив своих женщин, чтобы написать уже начавшуюся историю бравого солдата Швейка. Героя всех времен и народов, живущих в том же самом идиотизме, что и Швейк. Что и сам Гашик. Кстати, тоже не подарок. Идите сюда. Пить не будем. Снимите с меня коньки. Панефел Курат, это я, Швейк. Мы должны заплатить за фиакр. Вы верите в бессмертие души? Скажите мне одну вещь. Может ли лошадь сходить налево? Когда мой отец родился, дед начал праздновать это событие и взял с собой вшенок новорожденного. Потом пошли в другой, в третий и везде праздновали. Только через три дня, уйдя из дома, Ярослав схватился, что где-то забыл сына. Ребенка нашел потом тесть и стал, не в первый раз, настаивать о разводе дочери. Этого не случилось. Но Гашик фактически не жил с ними до того, как ушел на фронт. Это манифест государя-императора об объявлении войны. Я это предсказывал. Но в сумасшедшем доме об этом еще ничего не знают. Хотя уж они-то давно должны были знать об этом из первых рук. Пропавший потом в войне и в русской революции на пять лет, Ярослав Гашик стал для сына геройски погибшим в бою легионером, белочехом, которые воевали с большевиками вместе с Колчаком. После возвращения из России деда, Рихард, мой отец, его до этого не видел. И Гашик должен был скрывать, кто он. Но однажды Гашик сказал, что знает все на свете. И мальчик ответил, господин редактор, вы такой глупый, раз все знаете. Это хорошо. Это мой настоящий сын, сказал Гашик. И, нарушив слово данной жене, открылся, кто он есть. Впрочем, это ничего не изменило. До 31 года Гашик жил фактически в богемных пражских кабачках, смешил людей, писал, поддерживал анархистов, влезал в проблемы с полицией и в разные авантюры. Каких-то пор офицеры прогуливаются с украденными собаками. Господин полковник, эта собака принадлежит мне. Это мой люкс. Вы что, не читали в газетах, что у полковника Краха пропала собака? Не читал. Что? Вы не читаете в газетах объявления, поданные мною? Замечательно. В то время, когда мы в бою каждый день теряем сотни офицеров, они не читают мои объявления, а? Он везде писал, редактировал газету анархистов, выпускал пять журналов, сочинял рассказы, однажды делал одновременно полностью два издания, но под разными именами. Известно до 120 его псевдонимов. Но ответственность за других Гашик брать не хотел. Жена и дети ему были не нужны. Зато он сам оказался нужен сначала на фронте Первой мировой войны, а затем и Русской революции. Видишь этот портрет? Знаешь, кто это? Это государь-император. Понимаешь? Хорошо. Вот тебе грош. И если ты услышишь, что государь-император скотина, и эту войну мы проиграем, придешь и скажешь, кто это сказал. Ясно? Это история. Это особенный осуд. Это уже история. И его судьба. У деда был свой путь, который он выбрал. Если бы Гашик не прошел свою Одиссею, то не написал бы такую честную и смешную книгу о жизни, как о Швейке. До войны он был анархистом. В России издавал журнал, которым руководил Троцкий. В Иркутске был комиссаром в армии, служил Стухачевским. Даже комиссаром города Бугульмы был. Гашик потом написал, как проходили эти процессы в России. А потом в стране к власти пришел Сталин. И его в Швейка в России бы не узнали, если бы не издали в Чехии. Он написал в смешной форме о том, что происходило в то время и в Чехии, и в России. А власти везде хотели своего Швейка, а не того, каким он был в книге. Знаете, что означает, когда о ком-то говорят дегенерат? На нашей улице жил один такой тип. Его отец был польским шляхтичем, а мать повитухой. Так он подметал улицу и требовал, чтобы к нему обращались господин граф. Гашик прошел путь от Волги до Бурятии. Издавал газеты армии для солдат на венгерском, немецком, бурятском языках. Начал учить китайский, чтобы делать газету для китайских красноармейцев. Русская революция тогда объединила многие. И в 1920 году Гашика направили на родину, делать революцию там. Но он опоздал. Возникшая новая Чехословакия не хотела революции. Не думайте, что я вас здесь только отхармливаю, свинья. Меньше жрать и больше бегать. Когда вы лопнете, поросята? По вашему приказанию, пан Гетман. Вот что я называю дисциплиной. Привезал ту Шуру. Из России он привез только Шурочку, новую жену. И больше ничего. Разгроменные чешские красные считали его чуть ли не провокатором. А бывшие чешские легионеры пытались посадить Гашика по обвинению в измене родине. Был такой генерал Рудольф Мидек. Он добивался ордера на арест. Легионеры в революции растянулись по всей Транссибирской магистрали. Агашик с красными шел везде по их следам. Он никого не убил. Но много знал и видел, как они в Казани захватили часть золотого запаса России. И в Чехии потом создали свои банки. Понятно, на какие деньги. Агашик все знал, и поэтому был опасен для них. Поставьте ему дополнительную клизму. А потом прямиком в каталажку. Не жалей меня. Представь себе, что ты ставишь клизму Австрии. Но он оказался снова одинок и без денег. Ему было не до борьбы. Да и объединяться оказалось не с кем. После русской революции вокруг были одни болтуны. И он, который пять лет в России не пил, снова запил и пошел по шинкам. Все не могут быть умными. Дураки должны быть исключением. Так как если бы на свете все были умными, на свете было бы столько разума, что от этого каждый второй сходил бы с ума. Чешская жена пыталась помогать ему как редактор. Русская жена бегала по кабакам и вытаскивала его оттуда домой, хотя своего дома у них не было. Вскоре Гашек просто сбежал из Праги. Он уже болел. Алкоголь разрушал организм. Но все равно постоянно шутил и устраивал мистификации. То в женском платье, то в очередном сообщении о своей смерти. Он трижды объявлял о своей смерти. То его якобы убил в корчме русский моряк бутылкой рома, то разорвали в монгольских степях. Поэтому, когда он умер, никто в это сначала не поверил. Ему не было и 40 лет. Честь имею доложить, все прошло гладко. Только когда я выпускала из дома этих девочек, из квартиры напротив вылез какой-то турк с растрепленными волосами и пытался нарушать ночной покой. Ну и чем все это закончилось? Я дала ему по морде, и он сразу успокоился. Но это напрасно, это был домовладелец. По крайней мере, он будет знать, что владеть домом, это вам не шутить. Например, с нами такого случиться не может в принципе, потому что у нас дома вообще нет. Да, вы правы. За три месяца до смерти он наконец впервые переехал в свой домик в Липнице, купленный за гонорары от Швейка. Перед уходом за ним ухаживала русская жена Шурочка, которая потом вышла замуж за молодого врача, лечившего Гашика. Она помогла ему получить образование, и пока шли деньги за издание Швейка, он жил с ней. Но после немецкой оккупации Швейка издавать в Чехии запретили. Денег с ее стороны не стало, и она тронулась умом. Муж передал ее в психиатрическую больницу до конца жизни. Честного человека всегда везде ценят, уважают. Он доволен сам собой, чувствует себя как вновь рожденный. Ложась спать, может сказать сам себе, сегодня я снова был честным. Пан Фельд Курат характеризовал вас как глупейшего человека. Я думаю, что он не ошибался. Мой отец, сын Гашика, был архитектором. У мамы тоже техническая специальность, но она была дома. В 50-х годах отца арестовывали, а я родился в 1949. Отец пытался писать, показывал кому-то, но со мной, как с внуком, тоже многие хотят выпить пиво, как с Гашиком. Но я говорю, в семье достаточно одного гения. О Ярославе Гашике написано более 30 книг. Его швейка перевели на 58 языков. В Чехии по опросам его имя прежде всего ассоциируется со страной и нацией, наряду с чешским пивом и хоккеем. Швейку ставят памятники. Не была ни улица Ярослава Гашика в Празе. В 1989 году была названа улица его именем. Сейчас есть памятник. Несколько лет назад и в Липнице поставили статую писателя напротив его дома. Но она поначалу долго лежала у аэродрома, сваленная вместе с Лениным и чешским коммунистом-вождем Готвальдом. Помните, что вы воины. Они тупые штатские. И должны смотреть вдаль, хвост тучи, и знать, что все это лишь временное явление. Да, на чем-то я закончил. Человек может остаться свободным на этом свете только в качестве идиота. Ярослав Гашик. Не будем думать о завтрашнем дне, а сегодня потанцуем. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка.